Работы продолжаются. С мая подрядный договор на строительство детской поликлиники на Чапаево заключили с организацией «Инстройпроект» из города Рузы Московской области. Опыт постройки подобных объектов у компании богатый. В пандемийный период они активно работали по всей стране. В июне подрядчик уже начал работы на площадке. По плану этому, если говорить про работы, которые на этот год запланированы, мы должны завершить железобетонные конструкции несущего каркаса, ограждающие конструкции, что позволит тепловую контуру закрыть и производить работы внутри помещений в зимнее время. Также к ноябрю должны ввести наружные сети все. На площадке уже начали бетонировать конструкции стен сокольного этажа. Рядовое событие в графике, но символичное для этой стройки, работы на которой так долго были заморожены. На площадке трудятся 20 сотрудников и 4 ИТР. В ближайшее время планируют установить башенный кран, что позволит привлечь до 20 рабочих дополнительно. Также по мере развития фронта работ коллектив будет расширяться. Достаточно жесткий график стройки порой беспокоит соседей. Просили не шуметь в воскресенье. У нас по планам организация работы две смены, если это потребует процесс производства. Но, естественно, будем стараться минимум приносить неудобства жителям. Но, опять же, нас тоже нужно понять, у нас жесткие сроки, нам нужно укладываться. Несмотря на то, что подготовительный период немного затянулся из-за особенностей закрытого города, подрядная компания не отстает от графика. К концу этого года возведут каркас здания. Пятиэтажное здание площадью более 8 тысяч квадратных метров планируют сдать в эксплуатацию в ноябре-декабре 2022 года. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.